Парк Раздолье Парк Раздолье Пешеходные подходы организованы, велоподходы, соответственно, чтобы люди из ближайших кварталов могли, скажем так, не используя транспорт, личные автомобили, ногами прийти в парк. Ежедневно парк Раздолье посещают несколько тысяч человек, приезжают на личном транспорте и электричке. Последние ходят раз в полчаса. Чтобы попасть в зону отдыха, нужно перейти через железнодорожные пути. Оснащение перехода не соответствует современным требованиям безопасности. Мы написали, Дмитрий Аркадьевич, письма, и они уходят без ответов. Мы пишем им письма, есть обращение жителей вот с этого поселка, потому что все, конечно, беспокоятся о детях, которые могут выбежать сюда. И просто, несмотря на то, что каждые полчаса действительно электричка ходит туда-обратно, но опасно. Просто когда идешь к электричке, с детьми выходишь, и они вперед бегут. Вопросы безопасности в приоритете парламентарий взял их в работу и выступил с предложением, которое уже обсудил с жителями округа – объединить парки Раздолье, Малевича и Лазутинку пешеходной дорожкой. Найти такой маршрут, по которому можно было бы бегать в два круга марафонскую дистанцию, вполне тут, мне кажется, можно такое решение найти. И это станет, конечно, попасть Одинцовскому городскому округу на карту проведения марафонов. Мне кажется, это будет очень знаково и будет, однозначно, большой точкой притяжения для спортсменов. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.